Витаю вас, друзья, вы на ютуб-канале «Все для клевого» в нашей студии на дедушке Днестре. И сегодня я вам покажу, как связать тайный поводок на четыре грошины. Он будет актуальным для тех, кто хочет поймать трофей на Днестре. И я скажу, что не каждый знает этот поводок. Для того, чтобы связать наш поводок, нам понадобится отрезок шнура, гачок, кембрик и приладок рыболова – голка, ножицы и, естественно, горох. Для начала мы связываем маленькую петлю на шнуре, вяжем прямой обычный узел. Уже нужно надевать окуляры. Есть такие. Все. Так, лишнее отрезаем. Когда мы связали петельку, на этом этапе мы надеваем четыре грошины, прокалываем иглою. Можно по двое, по четыре, наверное, неправильно. Вот так. Нет. Сегодня у нас маленький такой горох. То, я думаю, четыре – как раз будет то, что нужно. Вот так. Есть. И Просовмываю его в шнур. Е-таки. И еще две. Е. Вот они. И зараз вот эту петелечку, что у нас е, мы ее закрепляем на удавку. Е-таки. Тут поправляем горох. Вот так. И у нас получился вот такой вариант. Бачите? Е. На всем этапе мы выдягиваем от кембрик до шнура. Е-эст. И Надегаем гучок на кембрик. О! Питягиваем гачок до наших горошин. Вот таким чином. Вдягаем его в ушко. Е. И теперь делаем безузловый узел. Наматываем шнур на цевьё гачка. И просовываем кинец шнура в ушко кучка. Есть. Затягиваем. Ось такой монтаж у нас вышел. Недоликами такого монтажу є те, що якщо впаде там якась горошина, то треба буде перев'язувати весь поводок. Але, як ви бачили, щоб його перев'язати, треба не більше там п'яти хвилин. Я думаю, що це один з кращих варіантів для того, щоб спіймати великого карпа і отримати надзвичайне задоволення. Друзі, дякую вам, що ви до кінця подивилися наше відео. І до зустрічі на нашому дідушке-ддістрі. Всього найкращого. Будьте здорові та счастливі.